Территорию за мемориалом героям фронта и тыла почти два года назад удалось спасти от застройки. Десять лет назад землю, не задумываясь, отдали в аренду предпринимателю для возведения огромного гостинично-развлекательного комплекса. Повезло, что грянул кризис и амбициозные планы застройщика рассыпались как карточный домик. Но договор с арендатором мэрию удалось расторгнуть только в 2017 году. Основаниями для расторжения договора аренда послужило неисполнение обязательств по платежам арендной платы и отсутствие реализации градостроительных намерений, для которых предоставлялся данный земельный участок. То есть не были приведены работы по строительству. Предложения обустроить за памятником сквер звучат уже не первый год. Раньше воплощению их в жизнь мешал арендатор, но и после возвращения дело с мертвой точки не сдвинулось. Территорию включили в голосование по программе формирования комфортной городской среды, но она не набрала нужное количество голосов. Ветеранов судьба сквера беспокоит, потому они подготовили свои предложения. У нас видимо такое, что здесь это сделать сквер или как там парковая зона, не просто, чтобы прийти на лавочках посидеть и все погулять с детишками, а чтобы оно имело какое-то воспитательное информационное значение. Например, поставить какие-то медальоны или информационные вещи, вот как там у памятника Горельна, где бы можно было изложить в годы войны, например, сколько ушло у нас на фронт, сколько не вернулось, сколько у нас было госпиталей, и сколько поставили. Второе, наши медики трудились сколько. У нас же ребят трудились на фабрике даже в 10 лет. Так вот, сколько мы ткани выпустили, сколько одели, обули. Мы официально от городской ветеранской организации напишем письмо главе города, где изложим свою концепцию, что мы хотим здесь видеть, а уж там пускай хитература решает, как это расположить, что это сделать. При планировании территории мнение ветеранов будет учтено, но вот в ближайшие пару лет сквер здесь едва ли появится. Денег на эти цели пока не выделено. Но и беспокоиться о том, что на его месте вырастет новая многоэтажка, не стоит. В генплане эту территорию обозначили как зону рекреационного назначения. Так что строительство сквера здесь неизбежно. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново. Спасибо.